Готовность номер один. Госсекретарь США Тиллерсон просит у конгрессменов разрешение применять силу против террористов по всему миру, не называя конкретных стран и не ограничиваясь только лишь главной угрозой КНДР. К чему это может привести? Дмитрий Анопченко следил за слушаниями в Конгрессе. Они пришли в Конгресс вместе. Два ключевых чиновника, от которых так много зависит в Америке. Госсекретарь Тиллерсон и министр обороны Мэттис. Разговор предстоял непростой. Слишком уж много вопросов накопилось в Сенатском комитете по международным делам. И важнейший. Не собирается ли администрация начать войну с Северной Кореей, не спрашивая Конгресс. Один из сенаторов специально попросил госсекретаря при всех на камеру подтвердить, что разрешения на использование военной силы против режима Кима не существует. Тиллерсон вынужден был это признать, но в ответ выступил с заявлением, которое сегодня цитируют все. И речь идет даже не только о том, чтобы атаковать КНДР в случае необходимости. Госсекретарь попросил у конгрессменов универсальное разрешение на применение силы против террористов по всему миру, без ограничений. Согласие на использование военной силы не должно иметь географических ограничений. Как и в нынешней ситуации, администрации необходимо иметь разрешение применять военную силу против врага, который не уважает границы и не удосуживается их соблюдать. По сути, госсекретарь просит у законодателей карт-бланш право нанести ответный или упреждающий удар по любой части мира. По Конституции объявлять войну может лишь Конгресс Соединенных Штатов Америки. Но президенты часто хитрили, к примеру, что вьетнамская, что корейская войны начинались без получения разрешения отсюда из Капитолия. Их именовали военными операциями, а значит и согласие Конгресса не нужно. И многие конгрессмены сейчас обеспокоены, что Дональд Трамп может тоже поступить именно так, может атаковать КНДР, никого не спросясь. В Капитолии даже подготовлен законопроект, который запрещает президенту предпринимать что-либо в отношении КНДР без согласия законодателей. Но вряд ли его примут, он пока что пылится в комитетах. А значит, случись, что слово будет за военными. Глава Пентагона на прямой вопрос, что произойдет, если КНДР атакует Америку, ответил очень спокойно и даже буднично. В любом случае президента поднимут. Могу сказать, что мы тренируемся постоянно. Задействуем станции ПВО, расположенные на Аляске и в Калифорнии. Затем предоставим президенту широкий выбор вариантов ответных действий. Что именно предпримут, что будет в этом широком выборе? Разговор отдельный, не при прессе. Но то, что в команде Трампа настроены очень серьезно и силовой вариант обсуждают и отрабатывают, после этих слушаний стало окончательно понятно. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.